Президент Федерации спортивной борьбы Сочи, бизнесмен Рубин Татулин намерен подать в суд на Минфин США за включение в санкционный список российских воров в законе. В декабре 2017 года Министерство финансов США опубликовало список лиц, связанных с организацией воров в законе. Им запрещен въезд в страну, гражданам США не разрешается вести с ними бизнес, а их активы на американской территории замораживаются. Под санкции попали Захарий Калашев, Шакра Молодой, Камчибик Кальбаев, Камчибишкекский, Коля Киргиз, Владислав Леонтьев, Вадик Белый, Юрий Пичугин, Пичуга, Рубин Татулин, Робсон, Алимжин Тахтахунов, Тайванчик, Гафур Рахимов, Владимир Тюрин, Тюрик, Василий Христофоров, Воскрес, Илаша Шушенашвили, Лаша Руставский. Как сообщал РБК Юг, авторитетный бизнесмен из Сочи Рубин Татулин был включен в черный список за материальную поддержку криминалитета. Минфин США утверждает, что в 2010 году он был назначен криминальным смотрящим за Сочи. Также отмечалось, что в 2015 году Робсон был задержан как один из участников встречи воров в законе в Сочи вместе с Захарием Калашевым, который считается одним из лидеров российского преступного мира. Кроме того, Татулин неоднократно оказывал ворам в законе юридическую помощь, заявляли американские власти. Отдельные санкции также введены против за ОСПА «Тельвесна» и ООН «Новый век медиа», которые принадлежат Рубену Татуляну. Не имеет под собой никакой почвы. По словам Рубена Татулина, заявление Минфина США о его причастности к криминальным кругам на 100% необосновано. В интервью РИА Новости он, в частности, рассказал, что никогда не посещал сходки воров в законе и ранее выиграл все суды против изданий, которые распространяли этот фейк. «Мне абсолютно непонятно, как и на каком основании американские власти включили меня в этот список. Однозначно мои юристы будут подавать в суд и мы выиграем его», — подчеркнул сочинский предприниматель. Также глава Федерации спортивной борьбы Сочи назвал полной чушью и провокацией сведения о своем влиянии на администрацию города-курорта. Судя по тому, что происходит сейчас и главным лучиком свободы является интернет, то могу смело сказать о том, что против меня как бизнесмена ведутся грязные игры. Под скрытыми именами выбрасываются в интернет фейковые новости. В связи с этим думаю, что, соответственно, кому-то это нужно и выгодно заключил Татулин. По данным Spark, Рубин Татулин является совладельцем заоспая «Тельвесна», на базе которого открыт спортивный комплекс Александра Карелина. Ранее он также был помощником депутата Госдумы Карелина. В 2014 году журнал Forbes включил Татулина в список крупнейших профильных инвесторов в гостиничную недвижимость Сочи. По информации издания, ему принадлежит несколько коммерческих объектов общей площадью около 70 тысяч КВМ с выручкой порядка 850-900 млн рублей в год, включая первый в городе торговый центр общей площадью 7000 КВМ, названный в честь владельца.